Развитие и становление Расказовского района неразрывно связано с историей каждого села и сельсовета. О дне вчерашнем и сегодняшнем села Нижнеспасково из уст старожилов и молодого поколения смотрите в нашем следующем сюжете. Благоприятная погода, плодородная почва, лес и река – все это очень давно позволило первопоселенцам оставаться на земле, которую по распоряжению Петра I даровали монастырям. Это место называли Дикое поле, но со временем его обжили. Документы гласят о первых важных постройках. В то время появилась церковь, два двора, где жили церковнослужители и 67 крестьянских домов. Первое упоминание о нашем селе датируется январем 1705 года, когда в окладных книгах церковной епархии записано наше село как Новоселебное село Покровское в отчиноспасовом монастыря Переславля Рязанского. Современный храм не видел первых жителей. Это здание построено на средства прихожан уже в 1887 году. Он окружен соснами и стоит на возвышенности, являясь украшением села. От первозданной церкви не осталось и следам, но икон, чье имя носит храм Покрова Пресвятой Богородицы, испокон века является хранительницей и покровительницей села. Условия для жизни здесь всегда были и есть. Быстро заселялись здесь люди, о чем свидетельствуют ревизские сказки, документы переписи населения. В селе стали появляться первые предприятия – мельницы, пекарня и поташный завод. На рубеже веков 19-20, это где-то 1880-1914 год, население на нашей территории было максимальным за все годы, приблизительно 5000 с половиной жителей. При церкви в 1867 году появилась школа, позже она стала земской. И что самое интересное – здания старых школ отданы под жилье. То есть здания старины живые напоминают о прошлом села. Большой достопримечательностью уже в советское время был колхоз имени Калинина. Заведующая библиотека рассказывает о его небывалой известности. В 80-е годы сюда приезжала даже африканская делегация. Но упадок экономики повлиял и на это мощное хозяйство. В современном селе жителей стало наполовину меньше. С учетом еще пяти деревень и сел, которые входят в сельский совет, население насчитывает чуть больше 3000 человек. Хотелось порядка населения. Очень хотелось. Чтобы все было, во-первых, чтобы село было чистое, чтобы отношение между людей было хорошее, чтобы не было вот этого бардака, который иногда видишь на улицах. Хотелось что-то своими, как говорится, мыслями, намерениями, возможности, способности помочь именно этому. Но не все получается, конечно. Годы расцвета колхоза помнит семья Поймановых. Иван Михайлович и Антонина Васильевна – коренные жители. Всю жизнь работали, трудились, построили дом своими руками. И вот уже вместе живут 58 лет. Увидал ее в клубе, а я ее раньше знал, и в детстве знал. Ну и приглянулся, девка знакомая, познакомились, как, чего, да почему. Ну и с недельки походили, наверное, так познакомились. И решили пожениться. Так быстро. А чего? Как раз пост начинался. У нас свадьба была и пост, и выбор тут был, и прощенный день. Тут все, вот, кучу. Три праздника сразу было. Ну вот, ну и все. Вот с тех пор вот мы с ней живем. С 55-го года вместе. Иван Михайлович работал в колхозе комбайнером, трактористом, был передовиком. За заслуги его награждали благодарственными письмами, грамотами и медалями. Всегда работал на совесть и был на хорошем счету руководством. Как война началась. И сразу пошел в колхоз. Мне было 11,5 лет всего-навсего. И с первого дня, и последний день я работал все время. Всю жизнь работал. Того заработал 53 года стажа. Сначала работал на лошадях, колхозе там, на быках. Пахали, махали, все делали. Лугочистом работал. 13 лет, 14 лет мне сравнялся, что на трактор посадили. Антонина Васильевна работала на трикотажной фабрике. Потом в медпункте. Сын Поймановых тоже пошел в медицину. Сейчас работает заведующим отделением гинекологии в Серпухове. Дочь живет в Ставропольском крае. Приезжают дети на родину не так часто. Поэтому по дому Поймановы управляются сами. И во всем помогают друг другу. Когда и пошумим, когда и поцелуемся, все бывает. Жизнь на селе круто изменилась. И, к сожалению, в худшую сторону в поисках работы и заработка люди уезжают. Бюджет сельского совета не позволяет развиваться. Но все же в будущем глава сельсовета планирует строить новую водонапорную башню. Так как селяне уже давно испытывают проблемы с водоснабжением. Кто-то скажет, что жизнь на селе скучная и однообразная. Но есть и те, кто разделяет и обратную точку зрения. Владимир Иванов еще школьник. Он учится в 10 классе. За свои способности к учебе и спорту входит в число успешных учеников. Для меня это, например, была неожиданность. Не знал, правда, что я себя никогда не считал самым умным или так, по жизни скромный человек. Поэтому для меня это стало неожиданностью. Не знаю, а так на конкурсы езжу, на олимпиады, на соревнования. Это да, этого не отнять. Ну, а в каких науках преуспеваешь? Коммунитарные направленности. Это общество знаний, история, наверное, русский язык. И вот недавно пришел Лис, третье место по иностранному языку. Как и любой другой подросток, Вова отдыхает с друзьями. А также пишет стихи и играет на гитаре в школьной группе. Рассказывает, что музыкальный талант перенял у папы. И дома вместе частенько играют любимые композиции. Но все же пока считает главным для себя учебу и посвящает ей большую часть времени. Нацелен на серьезное будущее. Но и любимое село не желает покидать. Начну с того, что это неплохо. Мне даже нравится. Во-первых, это не город. Тут никаких выхлопных газов. Лес рядом. Окружающая среда вообще классно. Не знаю, я не жалуюсь. То, что жизнь в городе меня, например, не так привлекает, как тут. Тут поинтереснее, не знаю. Остаться в верном селу или уехать в город зависит не от того, насколько разнообразна жизнь в плане развлечений. Главное в условиях для работы и труда, которые дадут возможность жить и продолжать свой род на селе. Юлия Князева, Алексей Шиповалов. Новости ТВ Рассказыва.